Они ежедневно спасают искалеченных котов и собак. И, к сожалению, резонансных случаев меньше не становится. Чаще всего животные попадают в беду по неосторожности или из-за жестокости людей. Сбитых машинами, отравленных докхантерами четырех лапых, совестные и неравнодушные одесситы привозят в приюты, где их буквально ставят на лапы. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными существует в Украине уже не один год. Впрочем, на практике приговоров не так уж и много. Да и полиция, говорят зоозащитники, не всегда охотно препятствует подобным случаям. Пока полиция не захочет работать, пока полиция не начнет стоять ни на стороне животных, ни на стороне людей, а на стороне закона, выполнять свои прямые функциональные обязанности, мы будем иметь то, что мы имеем. С одной стороны, это погибающие животные, с другой стороны, это просто народный гнев, который я не хочу пугать, я не хочу, чтобы это звучало очень грубо, но рано или поздно, вот мы видели этот ролик в сети, который выложили о горящих шинах, я думаю, что рано или поздно эти шины начнут пылать не только на улицах. Любое обращение в правоохранительный орган должно быть рассмотрено, и если зоозащитники понимают, что совершено преступление, они пишут заявление в порядке ст. 214 Уголовного процессуального кодекса, и в течение 24 часов должно быть открыто уголовное производство и расследоваться. Уголовным процессуальным кодексом не предусмотрено какие-либо досудебные проверки и т.д. и т.п. Есть заявление, открыли производство, расследуйте. Такое общее правило. Если заявление остается без движения, просто обращаются с жалобой к следственному суде, который обязывает открыть уголовное производство. Жестокое обращение с животными в Одесской области, похоже, стало нормой. Только за этот месяц зафиксировали сразу несколько случаев. Сначала избиение хаски в холодной балке. Мужчина поймал пса веревкой, избил граблями и собирался повесить животное. Позже выяснилось, что причиной его агрессивного поведения стал опустошенный собакой курятник. Через несколько дней после инцидента в красноселке пострадал еще один представитель этой породы. В этот раз случай был летальным. Местная жительница обнародовала фотографию мертвой собаки в Вайбере. Позже полиция выяснила, что пса застрелил 52-летний мужчина, объяснив это тем, что собака съела его птицу и напала на соседских кур. Психологи объясняют такое поведение людей отсутствием эмпатии из-за травм, полученных в юном возрасте, или же психическими отклонениями в силу жизненных обстоятельств. Благо, всегда находятся те, кто готов позаботиться об искалеченных четвероногих. Одна из таких благотворительных организаций – немецкий приют для животных. Конечно, сталкиваемся с жестоким обращением, но больше неявным. Вот, я бы сказала так, непреднамеренным. А больше, когда жестокость проявляется по неосторожности, когда животные становятся жертвами ДТП из-за невнимательности водителей, либо попадают в какие-то ловушки, либо, допустим, в какую-то проволоку брошенную запутываются, сваливаются в какой-то люк, который кто-то по неосторожности не закрыло животное, не заметило и туда упало. Но бывают, конечно, и пулевые ранения, бывает самый такой бич, вот именно в контексте жестокости – это отравление. Потому что, я вам скажу из своего опыта, ничего страшнее, чем собака с отравлением, ну, увидеть, наверное, сложно. Это ужасные муки, ампутации лап, сложные переломы, позвоночники, скажем так, травмы черепно-мозговые – это тоже часто и густо. Поэтому, конечно, животные частенько остаются инвалидами, либо с какими-то такими легкими признаками инвалидности. И наши люди особо морально не готовы к таким усыновлениям. Сейчас на содержании приюта порядка 120 собак и 50 кошек. Травмированных животных помещают в отдельные вольеры, где они несколько недель привыкают к изменениям после вынужденных операций. В целом это связано, скорее всего, с автомобильными авариями, с ДТП и тому подобное. Когда больше, больше привозят, скорее всего, когда начинается непогода, когда плохая видимость, когда мокрый путь, скользкая дорога. Поэтому животные, они и сами сцепление у них хуже, и машины тормозят хуже. Поэтому мы так замечаем, что когда непогода, тогда больше трав. Здесь у каждого своя история. В большинстве случаев для врачей она остается загадкой. Только по грустным глазам остается гадать, что же с ними происходило. Уличные собаки и кошки, которые нуждаются в ветеринарной помощи, попадают в приют благодаря волонтерам. Некоторые останутся тут, увы, навсегда, но в тепле и заботе сотрудников приюта. А кому-то повезет обрести семью. Перед этим каждого подопечного ждет осмотр. Порой во время лечения ветеринары находят крайне необычные случаи, даже спустя многие годы практики. Мы сделали обследование, сделали рентген, и там красочно, детально все это можно было увидеть. Провели операцию, достали этот камень сейчас. В вашей практике это впервые? Таких размеров впервые, да. То есть это надо... Долгие годы животное ходит и мучается, испытывает боль постоянно. Ну, благо, что его привезли к нам, и мы смогли его достать. Меры пресечения жестокого обращения с животными стали возможными благодаря позиции активистов и зоозащитников. Срабатывает механизм работы с правоохранителями, как мы выяснили, не всегда. Волонтеры рассказывают, бывали случаи, когда спасенную из рук жестокого хозяина собаку через несколько часов возвращали обратно. Похоже на представление для людей, жаждущих справедливости. Как часто злоумышленники привлекаются к ответственности на самом деле? Практически стопроцентная положительная практика, и на самом деле эти ходатайства рассматриваются достаточно быстро. По законам предусмотрено, что в течение трех дней они рассматриваются. По факту так есть. Ну, хорошо, мы говорим, в течение недели оно будет рассмотрено. И дальше судьба такого дела зависит сугубо от заявителя и от его отношения к этому производству. В теории возможностей доведения дел, связанных с жестоким обращением с животными, до логического конца достаточно. Однако на практике они не всегда применимы. А. Нежелание полиции. Б. Отсутствие коммуникации с юристами, зоозащитниками, которые занимаются зооправом. То есть они просто не знают, они плавают. Зачастую ты приезжаешь на какую-то ситуацию, начинаешь открывать гугл и зачитывать законы. Кстати говоря, вот что и произошло в холодной балке. Спасать животных после получения ими серьезных увечий крайне сложно. Важна не только правильно оказанная ветеринарная помощь, но и забота. Испуганные обстоятельствами собаки и кошки сразу меняются, получая внимание и необходимое для реабилитации пространство. Легко идут на руки и радостно принимают угощения, оставленные одесситами. Возможно, совсем скоро кто-то из них отправится в новый дом. Татьяна Бурунбей, Константин Юсерия, Телеканал Репортер.